здравствуйте дорогие мои сегодня хотел поговорить с вами об аскезах что же такое аскезы зачем они нужны зачем десятки сотни тысяч мистиков во все времена занимались ими что их толкало для ну так вот нашего житейского разумения какая-то ерунда зачем люди там дают какие-то обеты лишают себя там чего-то как-то пытаются себя там ужать зачем это ну не в нашем стиле знаете вот множество всяких сейчас направлений тоже таких мистических вадим зеланд ну и все такое западные там какие-то самарон замечательные вещи типа думаете о хорошем и все к вам все к вам придет в руки сама наша русская традиция сиди на печи и жри калачи все нормально тебе это какого только о хорошем и тебе все-все-все придет на блюдечке поэтому это в этом столько столько последовательность потому что нам нам нравится это что придет какой-то герой и все сделает за нас а мы только будем наблюдать да еще и критиковать говорить ну ты чё-то не так тут это здесь у себя надо подправить замечательный методик и но это такая ловушка в которую мы мы попадаем попадаем очень часто вляпываемся по самые уши потому что как это приятно ничего не делать и все получить но к сожалению я думаю и вас жизненный опыт и тысячелетняя история показывает что без каких-то усилий ну результата не будет поэтому это такая своеобразная ловушка и пользу она приносит только тем кто организует эти движения не более того даже поначалу если у вас что-то получается в этом в этом направлении этот вам дают такой вот это дают своеобразный кредит чтобы потом с вас снять в десять раз больше и все можете не согласиться со мной потому что я знаю столько столько последователей этих течений я даже так с теплотой отношусь к ним уж уж каждый должен перерасти и попробовать чего-то но без аскез но ничего не получите ничего не в каком ни в каком ни в каком направлении и в мистическом не в житейском конечно можно привести множество примеров что вот так недостойные люди вдруг что-то такое получают какие-то ресурсы до множество примеров но это если исходить из того что наша жизнь с вами это такой длин длинный они просто один день когда вы проснулись ради родились а потом заснули то есть это не цепочка не направление движения вашего что вы идете а это вот такая большая жизнь и вот кто-то там несправедливо получает ресурсы скорее всего эти люди кармические получают вот эти бонусы за счет своих каких-то прошлых они просто прожирают и вот здесь ну факти получаются да вот какие-то какие-то вещи и они получают их даром они просто прожигают себя очень очень даже но вам только стоит доверять а я просто это знаю этому следует множество примеров но мы отдалились аскезы аскезы это единственный путь чтобы получить свои руки какие-либо мистические силы неважно какие там какие вы планы преследуете либо там позитивные чтобы сказать весь мир облагодетельствовать либо негативные просто в свою пользу для своего эго нахапать ресурсов и значит жить путь один и у святых и у демонов путь один хотел хотелось бы конечно привести пример замечательный как его назвать сейчас это такой ведический бог раньше это был просто человек существо шукрачанье мой мой любимец мой любимец сейчас это бог планеты венера заслуженный такое заслуженное существо раньше он тоже маялся маялся и совершал аскезы длительное время тысячелетие и когда он руководил демоном учитель учитель демонов учил обучал лечил их такую роль я бы сказал негативную роль как бы сказать сатаны врага рода человечества но если так отвергать его это да но это достаточно глубокое такое ищущие мечущие существо которое ну явно не не годится на роль там плотного злодея там даже ведические времена и чтобы он проигрывал демоны проигрывали богам асу асура проигрывали суром проигрывали их убивали их там загнали это как учитель он пытался сопротивляться пытался как-то искренне встать на пути можно сказать добра но я не выходила и он обратился значит к высочайшему божеству тех времен шиви чтобы чтобы ему дали такую мантру которая позволяла бы оживлять демонов шива да говорит запросто ну ты отработай тысячу лет ты должен провисеть над костром вдыхая питается только вот этим дымом то есть дыша то есть отравляя себя этим ядом вот это такая ски за тысячи лет тот согласился идеи реально провисел тысячу лет получил вот эту мантру которая позволяла позволяла ему демонов и он стал оживлять своих учеников демонов и они как-то взбодрились и начали побеждать то есть вот аскеза хотя он уже был продвинутым существом уже понимаем был на этом пути давно что от этого шиви собственно говоря что вот тысячи лет нет вам приятно что главная воля неважно это мы примеры множество святых людей которые делали подчас но для житейского ума глупейшие вещи там там всю жизнь сидеть на столбе там всю жизнь там какие-то аскеты в индии там поднимут руку и все там сожмут ее в кулак и все этом буду всю жизнь держать ее на голову рука уже сохнет ногти там в кости врастут то есть уродуют себя реально христианские монахи тоже там обед молчание вот эти там посты голодание все это аскезы все это аскезы и этим они пытаются прорваться пытаются конечно там к что там это божеством эти эти ваши мучения на самом деле но реально они они продвигают вас пока вы в человеческом теле вы имеете возможность не просто прожигать свою жизнь а тренировать свою волю учиться и это очень ценно опять же вот такой ведический пример с тем же шукра чари шукрой хотя во всех легендах сказках я могу вам привести сотни сотни этих примеров но мы сейчас говорим об этом и вот шукра учился у своего учителя который он был еще молодым сидел на делал практике и вошел в нервикаль по самадхи на берегу реки а его ученик ну был рядом то есть как тоже видимо учился этому как он еще не мог входить в это состояние учитель ушел надолго и шукра в то время звали его по-другому тоже как-то но вошел видно в состояние транса увлекся как бы увидел абсару то есть великолепную женщину такого духовного плана за которой он ушел на небеса и там с ней значит отвлекаться то есть как бы тоже покинул свое тело со ушел вот в этот остров начал с этой женщиной развлекаться замечательно сколько-то какое-то время провел забыл о своем теле и так как прожег свою энергетику которую тоже накопил общаясь с учителем со своим который был достаточно продвинутый он упал в нижние миры стал растением пророс там ростком риса его кто-то съел он уже родился в там в человеческой форме уже забыл вот эту череду у него у него все это скрылось то есть он у его тело лежит рядом с учителем а он уже сам уже побывал там и на небесах и стал уже растением и стал животным стал человеком то есть пошел по пути вот этого вот включился в это колесо но суть няню речь сейчас не о нем его учитель человек не не какое-то божество просто вышел из этого состояния и смотрят лежит его у любимый ученик но животное его не съели гниение его не тронуло он просто как-то высох стал мумией потому что ну среди животных таких дураков нету которые тебе там сожрут этого человека в нерве кальпа самадхи подвинутого святого его ученика на которого тоже распространяется его вот это вот сила поверьте таких идиотов найдется немного а если найдутся то ой как они пожалеют об этом но в общем то и он увидел своего и ужаснулся и настолько а так как он вот накопил вот этой энергетики этого тапаса такое количество в своих вот этих практиках что он где значит бог смерти яма где он я его сейчас просто сотру и представь бог смерти прискакал к нему прибежал сказал слушай дорогой и подожди там это не проклина ни в коем случае нет столько потому что вот они боятся этих проклятий брахманов боятся потому что это все она выполнится по-любому случайно скажет он брахман потом пожалеет он скажет да чтоб тебе это перевернул все досвидос вас перевернет и треснет конкретно перевернет и треснет и вы подожди я ни в чем не виноват твой ученик просто и я тебя сказать братела я тебе дам весь расклад ты не это не горячись и он все рассказал твой ученик пошел вот за этой небесной теткой там с ней развлекался потерял энергетику стала растением стало это сейчас он живет там ты там то вот вот тебе адрес он в семье брахманов родился живет это все в порядке я ни при чем я бог смерти не вообще не при делах чтобы я против тебя ним не вздумай проклинать ну нашего отшельника немножко отпустил он сказал ну ладно все все ты объяснил что там какая терки прошли у них базара нет до свидания про это и призвал себе этого ученика тот значит возразился в этом своем теле ну и все все дальше пошло то есть я вам к чему что вот сейчас в человеческом воплощении мы имеем возможность путем аскез больших и малых накопить энергетику именно вот ту самую тот самый тапас которого значит которого и богов штыри ну так простецки говоря но естественно мы воспринимаем людей выполняющих аскезы вот в таком плане ну как-то хотя все все в нашем мире дается аскезами наука спорт ну как вот поэтому вадиму зеланду по этим благостным сидя на диване и наблюдая к примеру за спортивными соревнованиями вы не станете спортсменом сколько вы не желаете этого вы просто ну будете любителем спорта можете будете разбираться в именах там как знать сколько любителей футбола знает все как кто какие пасы все нормально все характеристики но сами то они не могут играть они могут только сидеть такие диванные войска как мы это все видим все специалисты но реально не можете ничего сделать пока вы не пойдете на тренировку спортзал пока мы не начнете бегать там подтягиваться никаких результатов не будет то есть все дается через боль тогда вы там тренирует стягаете это железо у вас там рвутся мышечные волокна потом нарастают нарастает мышечная масса нарастает это чуть вы перестаете вы скатываетесь сколько этих культуристов с великолепными телами которые через год они уже там пузыри жира ну в крайних случаях конечно это в основном не так потому что люди все равно с волей они настолько распускаются так и в любом области там в науке в музыке вы не на это не достигаете вершин вы только вот этими аскезами нарабатываете энергетику и достигаете какого-то пика формы которую надо держать тоже также аскезами трудом это неприятные вещи конечно кто же вам скажу вам надо работать и всю дорогу работать и отдых у вас не будет вы должны и шачить здесь и и шачить там где-то там в других жизнях и только край мелкие какие-то вспышки счастья а не то что вы там наслаждайтесь входите в нерве кальпа самадхи и там благость да там есть какие-то приятные моменты есть но вот в этих приятных вы просто просрете свою энергетику протратите свои силы которые вы потратили то есть аскезы это путь как вот как ни крути чтобы и кто бы вам не замылил глаза вы не расслабьтесь расслабьтесь и мы все сделаем за вас вот это там наши правительства расслабьтесь и мы все сделаем за вас нормально все деньги будут у нас все ресурсы будут у вас у нас мы все сделали за вас вот вот та же методика это вот так такая ловушка в в которой мы все сидим, в которой мы часто попадаемся. Да, не волнуйтесь, мы все сделаем, все отремонтируем, все сделаем, будет все нормалюк. Ну, кстати, вот и в житейской, вот, кажется, такие вещи, к примеру, по текущей ситуации. Замечательная Любовь Соболь, великолепная женщина, взяла на себя вот эту аскизу голодания. Сейчас вот она сегодня вышла из нее. Хорошо или плохо, ну, это... Но она держалась, я думаю, реально держалась, несмотря на все эти такие, что она там, типа, жрет в 3 доллара. Нет, реально она взяла обед и взяла голодание. Сколько-то она, 30 с чем-то дней голодала. Вроде кажется, ну, что, ну, у нее там ребенок, муж, там, ну, как, помирать ей, что ли? Потому что власть, конечно, не согласится. Но сразу посыпалось, сразу против ее оппонента у Путина все посыпалось. Там ракета бахнулась, там взорвалось, здесь крякнуло. То есть, видите, реально, начали вещи не связанные. Скажут, ну, что, что ты? Нет, энергетика. То есть, вот ее энергетика, она начала... То есть, один человек, один человек взял обед. И все, божества начали сыпаться. Потому что у них ресурсы, но они... Удача всегда может отвернуться от тебя. Как ты только подумаешь, что все, все замечательно. И я там с самой гордыней начинаю, вы на эту гордыню все просрете. Все просрете, блин, ну, без сомнений. Вот сейчас она вышла из голодовки. Может быть, да, у нашего императора начнет налаживаться. Хотя, тоже не факт. То есть, ну, она не пошла до конца. Ну, да, действительно, потому что еще молодая женщина. Все впереди еще. Но ее аскеза, аскеза одного человека, смогла как-то поколебать этот стул под государем. И я думаю, рядом с ним есть мистики, которые понимают это. Что жизнь, жизнь, обед одного человека может влиять на судьбу Вселенной. Ну, я не призываю вас, конечно, заботиться о судьбе Вселенной. Вы с собой разберетесь, и со своими. Но и аскезы могут быть разные. Это вот тоже занятие спортом. Там, встать с утра и позаниматься, а не обжираться. Лишить себя каких-то там, не пить, не курить хотя бы. Это тоже аскеза. Любая вещь там, в которую вы вкладываете свою волю, свою энергетику, это аскеза. Если, к примеру, для вас, к примеру, вы не переносите алкоголь, то выпивка для вас тоже аскеза. Если вам он нравится, то это не аскеза. Это не аскеза. А если вы не терпите, к примеру, выпивки и выпиваете, то это аскеза. То есть, поймите суть, что то, что противоположно вам, то есть, вам не нравится учиться, а вы учитесь. Вам нравится жрать, а вы не жрете. Или наоборот. То есть, вот они. Аскезы могут быть любые. Это не значит, что надо на себя цепи надевать или еще что-то такое. То есть, аскеза – это понятие индивидуальное, как и путь знания. Это очень индивидуальные вещи. Поэтому попробуйте в малом дать какой-то обед. Желательно, конечно, благостную какую-то вещь. Помогать тому, кому не хочется помогать. Либо, не знаю, что-то принесет пользу вашему здоровью. Заниматься спортом каким-то, пробежкой или еще что-то. Когда вам не хочется этого. Вы накопите. И если вы назначите цель какую-то, то есть, желательно, минимальную. Что вам надо от этой вселенной получить что-то. Какие-то ресурсы, какой-то бонус. Попробуйте сказать, да, вот я беру на себя обед. Ну, вот что-то такое делать, либо не делать. И вот через какое-то время это событие произойдет. Ну, гарантировать это нечего, потому что все индивидуально. То есть, это зависит лично от вас. Ну, путь Аскез – это инструмент. Это реальный инструмент. Который позволяет мистику добиться каких-то бонусов, результатов. И накатать эту схему. Понять, что в основе всего лежит энергия. Это самое главное. То есть, к мистике надо относиться, как к науке. Потому что, в общем-то, я бы сказал, что это основа любой науки. И любого, даже житейского действия. И если вы видите это зерно, эту суть, вот тогда вы действительно встали на путь. Хотя бы стали понимать. Любой человек мистик, любой. Ну, кто-то видит это, кто-то делает это неосознанно. Но на деле, если не вы занимаетесь, то вами занимаются. Вот единственное. То, что выхода все равно нет. Не у вас, не у меня, не у всех остальных существ в этом мире. Если вы чего-то не знаете, это не значит, что этого нет. Так что, ну, давайте, немножко я вам сумбурно. Но, на самом деле, да, реально дал вам инструмент, с помощью которого тот рычаг, с помощью которого Архимед мог перевернуть землю. Ну, все, дорогие мои, счастливо, успехов!